По предположению запорожских краеведов, эта каменная глыба формой напоминает доисторическое животное мамонт. Но пока это всего лишь гипотезы. Хотя вполне возможно, что исследователи нашли предмет для ритуала древних охотников. Каменный мамонт был обнаружен около полугода назад. На данный момент это самое большое доисторическое сооружение в парке камней. Его происхождение попадает на период позднего палеолита. Мой друг Сергей Шишков по этой дорожке десятки лет ходит на работу. И обращает внимание, что камень у дороги очень-очень похож на слона. Есть корпус, есть голова с хоботом, есть подогнанное бедро. Слон в натуральную величину. То есть длина его 4,5 метра. Запорожским исследователям удалось вычислить приблизительный вес этого камня. Он составляет около 10 тонн. Также на мамонтовом брюхе краеведы обнаружили своеобразные выбоины. Наверняка это следы от охотничьих ритуалов. Самое главное, что на брюхе слона есть нанесенные на камни раны. Явно сделанные людьми. И такая простая версия была, что это во время войны кто-то прятался, укрывался за камнем. И это пулевые отверстия. Вот именно в подбрюши все эти дырки. И было объяснено это только таким образом, что это следы такой охотничьей магии, шаманства. Вот дырки, вот, вот, вот следы. Исследователям каменного сооружения также удалось установить, каким предметом были нанесены так называемые ранения. Дело в том, что в наших местах нет кремня, и поэтому в порогах уже исследовано, замечено, ну вот такая кварцевая культура. То есть кремень заменяет менее удобным, менее острым, но тем не менее заменяющим его кварцем. Вот этим кварцевым как бы молотом и были набиты вот эти дырки. Краеведы утверждают, что более 12 тысяч лет назад на этой местности теоретически могли проводить специальные охотничьи ритуалы. Рядом с ним есть большое количество камней, которые, возможно, не случайны. Возможно, принесены, возможно, стояли, возможно, подпирали. То есть здесь оно бездоказательно, в отличие от дырок, это гарантированный артефакт, то есть сделано людьми. А там, ну, возможно, здесь был целый какой-то ритуальный комплекс. На данный момент каменный комплекс полностью неизведан, поэтому краеведы планируют подключить к работе и других специалистов.